Какой строй существовал в древней русской цивилизации? Патриархальный, матриархальный или какой-то ещё? Как выстраивалось бытие и взаимоотношение в обществе? Любое общество строится на изначальных законах. В этих законах во голову не ставилось ни мужчина, ни женщина, а рассматривался гармоничный резонанс между представителями обоих полов. Каждый из представителей того или иного пола обладает определёнными качествами. Только правильный резонанс между полами возможен для существования гармоничного общества. Что может делать мужчина, очень сложно делать женщине. И то, что легко делать женщине, сложно делать мужчине. Мы как народ созданы как бы из двух частей. Есть как цивилизации, в которых существует много полов, и где существует всего один пол. Как правило, один пол у паразитических цивилизаций. Когда существует один пол, наименьший резонанс, и фактически не существует развития. Когда много полов, существует определённый выбор и некоторые качества. Многие из высокоразначных цивилизаций разделили свои полы на несколько разных качеств. Но это та ситуация, когда можно лучше усложнить систему, используя попытку чего-то добиться. В губаноидных расах вполне достаточно двух типов для того, чтобы создалась динамика для развития. Любое общество может существовать тогда, когда к каждому представителю рода, разному полу, существует адекватное отношение. То есть, исходя из его возможностей и способностей, ставятся задачи, необходимые тому или тому представителю и обществу в целом. Мужчина и женщина в славянской традиции рассматриваются только как равными, и на каждого залагается только та задача, которую он способен полноценно выполнить. Нельзя разделить яблоко и посадить его. Нельзя посадить разделённую семечку. Мужчина и женщина существуют как нечто целое. Они разные по своей природе, но по сути представляют одно и то же. В каждом человеке существует и мужское, и женское. В женщине существует больше женского, то есть мягкого, восприимчивого, формообразующего. В мужчине больше активного, осмысленного и целеустремлённого. Система работает тогда, когда то и другое резонирует. Бывают представители мужского пола и женского пола, когда то ли оно качество у них больше, чем у классического представителя пола. И тогда представители этого пола начинают выполнять задачи противоположного пола. Такое иногда возможно, но в целом лучше выполнять ту задачу, которая соответствует генетике пола. Это как топором лучше рубить дрова, а пилой лучше пилить. Это очень хорошей пилой, совершенной пилой можно рубить дрова. Очень острым топором можно их пилить, но вообще у них своё назначение и принципиально их нужно использовать по своему назначению. Развитие того или иного пола без резонанса с другим практически невозможно. Исключение существует тогда, когда противоположное качество берётся из какой-либо другой формы. Но мы все потому были так созданы, поскольку нам нужно нашу природу соизмерять с противоположной по структуре, по качеству природы и резонанса, получить определённый опыт. Два различных элемента — это минимальное количество, необходимое для резонанса. Это не максимально возможное количество, но вполне достаточное для гуманоидной расы на нашем уровне развития. Редактор субтитров А.Семкин